Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат С вами сегодня мастер фиды Максим Амариев Я специально прилетел в солнечный Баку Для того, чтобы следить за 1-8 кубка мира Спасибо Тони Тони мне принесла допинг, ребят Буду есть Сегодня не успел поесть Ты как Алина, не будешь смущаться, если я буду С набитыми щеками с тобой общаться? Магнус Карлсон вышел на Василия Михайловича Иванчука Крайне интереснейшая схватка Давайте посмотрим, чем она завершилась Вот так выглядит пара сегодняшнего тура Я предлагаю начать обзор с Алексея Сараны Героя прошлого дневника Кубка мира Я наостоятельно рекомендую вам смотреть все дневники Потому что там интереснейший контент Наша команда работает из Баку Обязательно смотрите А то Тони обидится, и я тоже А ваша пара определится среди Домингес Кого хотели вы себе больше? Кто удобнее? У меня есть мышцы на этот счет, но наверное Не хорошо говорить Алексей Сарана не ответил на вопрос Какой из соперников ему Менее приятен Но может быть исходя из этой партии Мы сможем сделать вывод Он играет против Линьера Домингеса Черными фигурами И здесь конь Е4 навес Очень интересный навес Центр штрафной Фигуру конечно брать нельзя Пешкой Ф Из-за того, что провисает ферзь А если забирать чем-то другим Например, комбин Д5 Если забирать То конь в два шаг У нас подготовлена С вилкой на ферзя и короля Поэтому Линьера Домингеса Сыграет конь Е4 Слон Е4 Белые выиграли пешку Но черные тут же ее отыгрывают Играя ферзь Б2 Ферзь Д6 Слон Ж6 Предлагается Размен слонов Ладья Б1 Ферзь Ц3 Слон идет на Д5 Белые давят на пункт Ф7 И хотят сохранить преимущество двух слонов Вот так прям Это по-рокерски Слоны доминируют в этой позиции Ладья Б8 Аж 4 Ход не мальчика А мужа Не знаю Если жена у Линьера Домингеса Ну в принципе ему уже лет 40 Должна быть Поэтому играет он смело Пешку готов двинуть до поля Аж 5 При случае И просто замотовать вражеского короля Но в то же время Ход ответственный Поскольку ослабляет короля белых Черный играет конь Д4 И это довольно рискованный маневр Сейчас вы поймете почему Ладья Е1 И здесь следует Б5 Это ход не туда Черные недооценили угрозы соперника Вместо Б5 Как лучше было сыграть Ну даже сесть пешку на Ц2 конем Согласитесь Довольно аппетитно Нападая на ладью При этом на пешку А3 Белые бы сыграли ладья Ц1 Здесь мы можем сесть на А3 Ферзь А3 Конь А3 Ладья идет на Б3 Да, с конем могут быть проблемы После конь Ц2 Белые еще играют Аж 5 Вот в этом как раз таки пригодилась Их пешка Они отвлекают слона На слону в 5 будет G4 Как мы видим Слон обязан покинуть свой пост И значит Оставить коня на произвол судьбы На съедение волкам Впрочем Конь может выскочить Из волчьего логова Нападая при этом на ладью В случае GF Конь Б3 Слон Б3 Получалась вот такая позиция Ладья и две пешки За двух слонов Да, конечно Здесь белая сильнейшая сторона Но с учетом того Что пешки только на одном фланге остались Я думаю Что шансы на ничью Максимально высоки Вместо этого Сорна играет Б5 И начинаются серьезные неприятности Ферзь Е5 Подвязывая коня Именно для этого был сделан ход Ладья Е1 Теперь нельзя сыграть ладья Е8 Потому что мы ладью просто съедим Коню тоже отходить некуда Ферзя заберут Поэтому ладья С8 Защитил ферзя своего Алексей Сорана Он следует H5 Гонят слоника Что делать теперь? Слон Б3 С2 играет Алексей Но если на H5 забирать То понятное дело После слона Е7 Висит и на F8 И на H5 Материальные потери неизбежны Поэтому он забирает на С2 Ладья Е3 Нападая на ферзя У ферзя не так много клеток Где он может защищать коня Но все-таки Стоило предпочесть Более рискованную клетку Сыграть ферзь Д2 Здесь после ладья Е4 Кажется, что все Это конец Висит и конь И ферзь Но черные могли сыграть Комбит Ф3 Такой промежуточек Получался вот такой вариант Здесь в конце варианта Висят обе ладьи Немного похоже на то, что мы смотрели ранее Но уже с лучшей редакцией для белых У них еще есть пешка на А3 Здесь спасаться будет тяжело Но это было меньшее из зол После ферзь С5 Следует слон Е7 Банальная вилка Лишнее качество у белых Отводит свою ладью Домингес И играет ладья С5 Красивый ход Отсекающий коня Конь провисает А брать ладью нельзя Из-за слон бьет Ф7 И теряется ферзь Поэтому кони Е6 Играют черные Следует ладья С6 Взятие Ладья С7 Тут же позиция техническая Еще последовала После ладья А7 Сарана сдался Он просто без качества У белых активные фигуры все Позиция безнадежная Прежде чем перейти к следующей партии Дорогие друзья Напоминаю вам О спонсоре наших трансляций Компания Винлайн Посмотрим от них небольшое рекламное видео Мы сделали новую вселенную ставок Винлайн Она огромна Но главное видно сразу Мы собрали лучшие турниры и лиги Но найти любой матч Просто в ней Твои ставки принимают без пауз Здесь Ты можешь следить за двумя трансляциями одновременно Здесь Ты получаешь преимущество на каждом шагу Открой новую вселенную ставок Винлайн Совместно с Винлайн мы запустили розыгрыш В котором у вас есть возможность выиграть шамотную доску С автографом Магнуса Карлсона Все что нужно для этого сделать Зарегистрироваться по нашему промокоду А также внести депозит И тогда вы будете участником розыгрыша Игроки которые ранее регистрировались до этого анонса По нашему промокоду также участвуют Просто нужно внести депозит на свой счет И давайте посмотрим какие есть ставки на завтрашнюю партию Лично я всегда подчеркиваю что ставки это способ получить дополнительные эмоции А не способ заработка Поэтому я ставлю на тех за кого болею Поставлю-ка я на Яна ставочку За Алексея Сарану Я также болею Есть ставка с хорошим коэффициентом Что он выйдет в следующий раунд То есть он должен завтра отыграться белыми А потом выиграть в тайбрейке Коэффициент 6.50 Я делаю ставку на это событие На Яна маленький коэффициент На его проход следующий раунд Но честно говоря я не сильно разбираюсь вот в этих Двойной шанс, исход и так далее Поэтому вы уже сами смотрите Но с таким коэффициентом я бы не стал ставить Это не интересно Хотя конечно Ян фаворит Но можно поставить что он выиграет белыми фигурами завтра у Витита С коэффициентом 3 вот эту ставку я сделаю А также поставлю в матче Фабиана Карвана против Дуды На выход следующий раунд с коэффициентом 1.65 Хотя тут неоднозначно Потому что Дуды выиграл прошлый кубок мира Но мне кажется Фаби сейчас в отличной форме И все-таки должен его одолеть Я его вижу небольшим фаворитом Но в целом коэффициенты это отражают Ставлю на Фаби Используйте наш промокод Регистрируйтесь на сайте И получайте фрибет Я не помню еще играл с Видитом И получил подозрительную позицию в русской партии Здесь под суслом Б8 Как мы видим черный ферзь Несколько отделился от своих остальных фигур И надо было его за это наказать Брать в плен А4 сыграть Чтобы он не мог выскочить сюда Если черный промедлят Скажем сыграют А6 То после Ф3 Мы отсекаем последнюю лазейку для отступления Поле А5 И ферзь Ту потеряется К примеру Слон С7 Слон Б2 Все Ферзь наш Мы его забираем ладьей Но видит сразу играет слон Б2 Не видит что ферзь может на А4 отойти Какой же он после этого видит Но здесь сыграет конь Д3 И выясняется что худшее для черных позади Белые захватили вертикаль По седьмой встали Но постепенно Черные начинают разменивать фигуры Кстати пешка на Б7 подвисала Но забирать ее было рискованно И за ферзь А6 И здесь уже проблема с белой ладьей Девать то ее некуда Поэтому поменялись Ферзь Д1 Взяли Ладья Е2 Теперь черные перехватили инициативу Но Ян что-то не стал упорствовать Решил просто вот так повторить позицию Согласились на ничью Завтра у него белые фигуры Пожелаем ему удачи Прежде чем перейти к следующей партии Подпишитесь на наш телеграм канал Там лучший контент с Кубка мира Наша команда работает с места событий Поверьте мне Вы не пожалеете Я сам прилетел в Баку И устроим для вас эксклюзивы Господин Гукеш С модной бородой Мальчик молодой Есть борода Я скажу тебе да В сегодняшнем обзоре ты будешь Е4 играет ванхау Но следует С4 Черная пешка готова стать ферзем Пока кажется что у белых отличная позиция Слон упирается в пешку И надо было это использовать После конь С2 Все таки Владя Д6 немного не то Конь Е3 Приструнить слоника На С2 Владя С1 Владя Б2 Да кажется что какая-то есть инициатива у черных Но все таки эту пешку мы заблокировали Хода Е5 нету Можем даже где-то короля подвести Король Ф1 сыграть Позиция примерно равная Вместо этого Владя Д6 следует Владя С1 Но здесь было еще не поздно опомниться И сыграть Слон Е5 Мы хотим эту пешку уничтожить во что бы то ни стало На ФЕ играем конь Е3 Здесь мы пока отдали Но ничего страшного Да без пешки Но главное уничтожили Здесь разноцветные слоны Плюс у белых есть идеи Конь Ж4 Конь Ф6 А6 Велики ничейные тенденции После же Владя Б4 Пешка обретает какую-то титаническую мощь Взяли Владя идет на Д3 Конь выскочил на Ф4 Хотим вилку поставить И Владя Д2 Что делать? Как же быть? Черные доминируют по второй горизонтали Х3 пока что сыграно Конь Д3 Вилка Тут становится ясно что белые склеивают ласты Отдал на Д2 Но если сыграть Владя Б1 То просто можно съесть на Ф2 Все понятно Слон висит Поэтому взяли Владя Д4 Следует шаг И забрал слона вот так На Ф2 Гукеш Просто уничтожил У белых не хватило координации Для того чтобы сдерживать Этот индийский натиск Черными фигурами одолел Ван Хау Завтра будут беленькие Велика вероятность что он пройдет следующий круг Конечно Ван Хау вчера измотал тайбрейк Он играл до Талова До последнего Но сегодня он хитрил 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 Потом цветноту угодил И там я его уже поймал Принял крепко Прежде чем пойти дальше Возможно вы задаетесь вопросом А как мне самому научиться хорошо играть в шахматы У меня для вас есть ответ Записывайтесь на лучшую обучающую программу С нуля до первого разряда Которая называется Школа победителей Приходите по ссылке в описании И смотрите подробности Об этом курсе 193 урока С грасмейстерами Участвует в различных викторинах И плюс там море дополнительного контента Переходите по ссылке в описании И записывайтесь на лучшую обучающую программу по шахматам До первого разряда А мы идем дальше Ну конечно центральная партия сегодняшнего дня Это битва двух легенд Прошлого и настоящего Хотя Василия Ивановича я бы еще не записывал в прошлое Ведь он дошел до 1,8 кубка мира Давайте смотреть Д4, Д5 Конь Ф3, Е6 У нас каталон Здесь после С6 Ферзь С2 играет Магнус Защищает пешку Это стандартный ход Слон Ф4 Активизирует слона Плюс освобождает поле Д2 для своей лошадки Рокировка и Аш4 Ход боевитый Но нельзя сказать, что супер корректный Вы это увидите в дальнейшем Непонятно, что тут пешка делает После ДС Ферзь С4 Конь Д5 играет Василий Михайлович Играет очень быстро, легкой рукой Слон Ж5 играет Магнус Ну конечно, этого слона никто брать не собирается Вот если бы черные взяли То после АСЖ Идея полностью оправдывалась Вертикаль Аш вскрылась Позиция с колоссальным перевесом За белых Ну просто выигранная Поэтому А6 черные сыграли правильно Поменялись Е4 Захватывает центр Магнус И Е5 Контрудар по центру Рокировка Взяли Конь С5 И вот к вопросу возвращаемся О ходе Аш4 Что здесь пешка делает Пока не совсем ясно Ну окей Форточка на Аш2 Может где-то пригодиться Ладья С1 Магнус нападает на коня И кстати, здесь Был принципиальный момент Можно было съесть пешку И пойти на битву Пойти на счет вариантов После ладья Е1 Подвязываем коня На Е5 играем конь С3 Здесь можно сразу Конь Д2 Либо вот так съесть Конь Д2 Белую пешку отыгрывают Надо было лишь Вот этот вариант посчитать И понять, что здесь Ничего страшного для черных нет Или слон Е4 Ладья Д8 Тут тогда слон Д5 шаг будет Правда И ферзь теряется Но надо какую-то Аккуратность элементарную проявить Ферзя убрать, скажем На Ф7 куда-нибудь и все Позиция равная Иванчук побоялся Связываться с анализами Магнуса И играет конь А6 Конь отошел на край доски Это уже Тревожный звоночек Слон Ф1 играет Магнус нападая на коня Тот отходит на С7 А4 Хотим прогнать другого Конь отошел на С8 Пешка защищена А5 И вот тот момент Который по сути решает Исход борьбы Василий Михайлович на ровном месте Зачем-то отдает своего прекрасного слона Играет слон бьет Ф3 Грубая позиционная ошибка Надо было сыграть А6 Просто чтобы у белых такого хода не было Плюс поле Б5 Обретает дополнительную мощность Стоянка крепкая для лошадки Позиция равная Он играет слон Ф3 зачем-то Теперь А6 И Магнус захватывает пространство Здесь сыграл Е5 На ферзьевом фланге А5 Ладья готовы через Ж4 включиться в борьбу Неожиданно возникает перспектива Атаки на короля Конь Д5 Ферзь Б3 Слон переходит на вот эту диагональ А что это добились черные? Абсолютно непонятно Да, стали здесь кони Но стреляют в пустоту Ничего не видят Слепые лошадки Х5 Ход полезный Потому что Ну скажем на Какой-нибудь ход Ладья Д7 Мы бы сыграли ферзь С2 Грозит вторжение На Ж6 уже Х5 Вот тут пешка как раз таки пригодилась Она выполняет роль тарана Здесь бы Магнус замотовал Поэтому Василий Михайлович играет Х5 Но теперь ослабляется поле Ж5 Сначала защитил пешку Магнус Напал на Х7 Теперь напал на Ж6 Каждым ходом нападает Пешку белые хотят съесть ферзем Она связана Король Ж7 Поэтому играет Василий Иванчук Конь Ж5 Пешка на Ф7 висит Каждым ходом нападает И Е6 Ударчик не из приятных Что делать черным теперь Если играть ФЕ То просто конь бьет Е6 Ладья бьет Е6 Висит на Ж6 еще А если ферзи Ф7 играть Пытаясь защитить пешку То можно ладья Ф4 Добивающий удар такой нанести Все фигуры белых смотрят на отправление короля Гибель неминуема Так И это конец Поэтому Иванчук играет Ф6 Пытаясь создать какую-то крепость Следует слон Б1 На Ж6 подвисает Здесь просто сидим Сидим На Ж5 На Ж5 можно съесть Или ладья Е5 Включить ладью еще Вторая зайдется в 4 Это матовая атака Поэтому Иванчук играет Ф5 Ферзь С1 играет Магнус Ладья Д5 Но это уже От незнания чего делать Пешка на Е6 Чертовски сильна И Магнус Реализует свой перевес Здесь он решил техническим образом Подойти к позиции Просто съесть пешку Ладья забрела непонятно куда Белые на нее нападают Забирают на Д5 Лишняя пешка у белых Василий Иванчук Совсем поплыл Начал быстро делать ходы Мгновенно Ф4 Белые съели пешку Ладья Ф5 Нападает на Ферзя Но это ничего не дает особо Белые сыграли Ферзи 4 Здесь еще вагон борьбы Я отмечу У белых лишняя пешка Подавляющая позиция Но играть-то можно У Магнуса 2 минуты на часах Кстати нет Тут уже добавили время К этому моменту добавили Но все равно Времени мало у него Поменьше чем у Василия Иванчука Позиция игровая Да, она проигранная Но игровая Но Василий Иванчук Решил сдаться Магнус его просто сломал Магнус, а почему Василий сдался Потому что у вас было Две минуты на часах? Не, ну вообще-то у меня Больше было времени на часах Добавка была Просто там на часкоме Если честно Я уже давно понял Что ему позиция не нравится Он несколько последних ходов Сделал правильно Но отрабатывал их в темпе Блица Уже на отмаш играл Как боксер, кидающий джебик Но без души Видно было, что он уже давно сдался Не хотел эту позицию играть Но мне это, конечно, на руку было Если честно, я еще не отошел От прошлых раундов Где я проиграл камеру в первой партии Это на меня сильно давило И повезло, что Иванчук сегодня не захотел играть Конечно, я теперь отдохну Пойду погуляю По набережной А Мария, кстати, приехала Может быть, его встречу Мне нужен был день отдыха И вот сейчас у меня Получится немного отдохнуть Иванчук, конечно, тоже играл тайбрейк Но он в каком-то собственном мерке живет Я не знаю, может, он вообще хоть каждый день готов играть в шахматы В общем, за него не берусь судить Но в дебюте он подготовился неплохо Я перевеса не получил Но ключевой момент был после конца 5 Ему надо было брать пешку Там, конечно, у меня хорошая компенсация была Но все равно позиция ближе к равенству Но он пешку брать не стал Я его за это наказал После игры меня караулит целая толпа фанатов Почти 100 человек В целом я к этому нормально отношусь Но только мне не нравится, когда я иду на игру Меня дергают туда-сюда Я предпочитаю быть один в этот момент Фокусироваться, настроиться на партию А вот после игры к скайфу Может быть, Василий Михайлович устал уже к этому этапу Все-таки 13-й день Кубка Мира Он и в тайбрейках играл несколько раз Тяжелое испытание Как мы видим, нервишки не выдержали Но кто знает, может быть, он отоспится Надышится морским бакинским воздухом И завтра даст настоящий бой А так это или нет, мы узнаем совсем скоро Я приглашаю Вас на прямые трансляции, дорогие друзья Каждый день мы проводим прямые эфиры Смотрите расписание обкамы сейчас на Ваших экранах Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Ни обзоров, ни прямых трансляций Ни дневников Кубка Мира Все самое лучшее у нас на канале Часмастер В Телеграме и на Ютубе А также скачивайте книгу 21 критическая ошибка новичка в шамотах И увидимся совсем скоро В Телеграме и на Ютубе